Всем привет! А это видео будет для вас по-любому полезно, по крайней мере я так считаю, потому что оно посвящено тому, как вернуть свои реальные бабки из этого проекта. За различные вещи, как это вернуть, за что возвращают, где они во мне вернут деньги, ясное дело, как вообще не попасть в банк в конце концов. И одно из самого интересного, как практически бесплатно поиграть в эту игру, не дожидаясь бесплатных полетов. Ясное дело, как раз проверьте свой компьютер, свои личные ощущения, потому что на стриме это одно, а на своих ощущениях, на своем компьютере это совсем другое может быть и так далее. Поэтому, чтобы это все узнать, оставайся на связи, а мы начинаем. Итак, поехали. Мерчандайз. Да, его можно, ясное дело, купить. Стружки, футболки, коврики, носки. Да, здесь можно купить носки. Я покупал мерчандайз очень давно. Это у нас был блокнот, ручка, игральные карты, что-то там еще. Обзор на эту вещь я делал, можно посмотреть у меня на ютубе. Как мерчандайз проходит? Выкладывают в несколько этапов. Для всех и для консьержей отдельно. Разные размеры, разные количества и так далее. Мерчандайз улетает прям вот, скупает просто на ура. Ребят, если переводить эти цены на российские рубли, я бы лично хрен бы что-то купил. По крайней мере, меня бы жаба задушила. В Америке, может быть, это довольно-таки нормальная цена. Опять же, я не знаю, из какого качества оно здесь состоит. Как бы, качество оно здесь написано, но все же. Поэтому, если кто-то покупал эту продукцию, особенно за рубежом, скажите, пожалуйста, цена адекватная или нет? И вообще, сам товар нормальный по качеству или говно полное? Итак, мы купили мерчандайз. Мы хотим вернуть за него реальные деньги. Идем нахрен. Все. Все очень просто. Но, что можно здесь получить? Если к нам пришел товар бракованный, порванный или что-то в таком духе, мы можем попросить замену. И вот здесь акцентирую ваше внимание. Потому что, когда я прочитал вот эти вопросы-ответы по возврату мерчандайза, у меня возникли некоторые интересности. Вернее, интересная мысль. Не призываю и так далее. Но, все же. Если вы получили футболку неправильного размера, они ее вернут. В чем прикол? Для возврата мерчандайза, если что-то с ним произошло, по вине цигов, по вине перевозчика, ну, что-то там произошло, мы можем его поменять. Для этого нам требуется айдишник заказа, что в нем было, какой там размер был, какие проблемы вы пишете, и сами фотографии, что у вас было там порвано там, и все в таком же духе. Вот. И циги это все смотрят. Сколько времени займет, честно, ребята, не знаю. Вот. Если все окей, они вам присылают просто новый товар. В настоящее время мы не требуем отправки поврежденного или неправильного элемента в наши офисы. То есть, у меня сразу такая мысль возникает. Вот. Я купил футболку. Мы сидим на карантине. Уже где-то месяц, да, плюс-минус. За это время я нажрался, как свинот, у меня выросла пузика. Или я прям кач-кач-кач, там вообще там крыльев повырастали, все дела. Короче, я поменял свой... Короче, я поменял свой размер, образно говоря. Либо я вообще специально заказал эту рубашку для, не знаю, для моего друга, для моего брата, для жены, в конце концов. Вот. Приехала тебе та же самая футболка. Я пишу цигам. Ребята, блин, я тут лоханулся. В Америке у вас одни размеры, у нас в России немного другие. Ну, блин, простите, я вас люблю, обожаю прям. Пришлите мне, пожалуйста, на размер побольше. И циги реально, скорее всего, пришлют вам размер побольше. Как бы... Просто вот небольшая уязвимость, которую, может быть, даже кто-то юзал. Опять же, не говорю, это не надо делать. Просто вот такая вот мысль вошла. Но озвучить должен был, потому что мерчендайз, когда вы уже купили, деньги за него вы не вернете. Переходим далее. Мы купили корабль, мы купили игровой пакет, мы купили деньги игровые. 5 долларов равно 5000 ег. Это самые глупо потраченные реальные деньги в этом проекте. Сразу говорю, никогда не покупайте эти деньги. Вот. Что-то мы еще купили. Короче, что-то мы там, короче, понакупали. Апгрейды какие-нибудь на корабли. Подписку ту же самую мы купили. И так далее. Мы можем вернуть за это бабки. Что для этого требуется? Где вам вернут деньги? Где вам не вернут деньги? Во-первых, не должно пройти более 30 дней с момента покупки. Если 30 дней прошли, все официальным способом, свои бабки реальные мы не вернем. Если 30 дней еще не прошли, мы можем написать цигам, верните, пожалуйста, деньги. Как это делается? Что для этого требуется? Ясное дело, все это я буду показывать. А это всего лишь ID-шник заказа, что в нем было. И там 1, 2, 3, что-то там лично покупал. Довольно-таки все легко и просто. Вот. По подписке. Многие перед ПТУшкой, тестовым серваком, покупают подписку. 10 баксов, либо 20 баксов. Опять же, это реально в 99% случаях, это опять же деньги выкинутые просто в никуда. Там редко бывают хорошие эксклюзивные вещи, которые даются именно по подписке. Реально редко. Вот в последнее время за этим слежу и что-то я прямо печален, по-честному говорю. Вот. И вам дают, да, вас пускают в первые волны на тестовый сервак. Ребят, напомню, игра в альфа-версии, тут и так все херово. Вы идете еще на более тестовый сервер, закрытый, закрытый, не открытый. Там еще больше багов, еще чаще вылеты из игры и так далее. Зачем свою жопу подгорать еще чаще, чем вы это сможете сделать в лайве? Не надо это делать. Да, за подписку вы можете также вернуть свои деньги. Ясно делая, все плюшки, которые вы с этой подписки получили, вас просто-напросто заберут. Все. Если вы купили корабль, апгрейд, какой-то пакет, также 30 дней пока еще не прошли, вы их можете вернуть. Ясно дело, если у вас имеются уже тор-кредиты, какие-то там, то здесь вам их не вернут. Вот, знаете это. Хотя, лично у меня вот мнение, если я сам лично купил корабль, то же самое, не знаю, Катлас Блэк за 100 баксов, я его расплавил, потом я вдруг узнал, что, блин, а вернуть-то можно было корабль, деньги за этот корабль. Вот, может быть, Циги по своим логам посмотрит, что 30 дней еще не прошли с момента покупки этого Катласа Блэк. И вот эти вот тор-кредиты, может быть, их с меня снимут и, может быть, вернут деньги. Ребят, кто с этим лично столкнулся, или кто знает, вернут ли они вот в таком случае эти и тор-кредиты в реал, напишите, пожалуйста, тоже. Итак, на тему плюсов, на тему минусов вот этой вот вещи. Первое. Сразу пройдемся по-интересному. Можно ли поиграть практически бесплатно в эту игру? Ну, ясно дело, практически ничего за это не платить и не ждать, пока у вас будут бесплатные полеты. Да. То есть, вы регистрируете аккаунт, в идеале периферальные ссылки все-таки, лишние деньги себе получите, и в розыгрышах моих можете поучаствовать и так далее. Вот. Вы покупаете игру. Да, ребята, купить ее в любом случае надо. 45 долларов вы так или иначе все равно за нее отстегнете. Играете, 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 и вам... Что-то в жизни случилось, надоела игра, не понравилась, компьютер не тянет там. Что-то там произошло, и вы понимаете, что, ну, минимум в ближайшее время вы нифига играть не можете, вот, а деньги вам реально все-таки нужны. Пишите цигом, идет возврат денег, зашибись, все хорошо. Настало время, когда вы готовы уже играть, купили заново, идете играть дальше. Минусы. Сразу. Почему я говорил практически бесплатно играть? Конвертация денег. 99% моих зрителей находится в России. Какая валюта в России? Рубли. Какая валюта у цигов? Баксы. Идет конвертация. По сути, за каждый бакс вы банку отдадите где-то, ну, минимум где-то с рубль. Плюс-минус. Вот, то есть, конвертация прошла раз, деньги к цигам пришли, вы играете. За это время курс доллара может поменяться. Если курс доллара пошел вверх, а вы покупали игру где-то там, грубо говоря, по 70 рублей вы купили, вот, а бакс стал 80 рублей. Может быть, даже на возврате денег вы еще даже можете заработать или в нули выйти. Но, как бы, тут уже зависит все от мировой ситуации. Вот, но почему потери опять идет? Циги возвращают вам бабки в баксах. Банк видит, что ко мне тут пришли баксы, а у тебя счет не баксовый, а рублевый. И он тебе опять по своему внутреннему курсу делает конвертацию. Вы попадаете сразу на две конвертации. Потеря денег сразу просто она будет. Опять же, как говорю, можно, конечно, поймать вот эту разницу и в нули, по крайней мере, может быть, выйти. Но, все же, по крайней мере, не ждать бесплатных полетов, с небольшой потерей денег вы сможете поиграть в этот проект, ее потестировать и так далее. Итак, переходим к интересным самым моментам на тему возврата денег. Начнем сразу с хитрых людей. Ты где-то купил аккаунт. Именно аккаунт. Ребята, это очень плохо. Сразу говорю, покупка аккаунта строго запрещена вообще, по сути, во всех играх, где только можно. Потому что вы на этом можете просто погореть. Вы можете за это бан словить. Вы можете потерять все свои деньги и так далее. Все эти варианты я чуть попозже тоже вам расскажу. Вот. Вы где-то купили аккаунт. Во-первых, у вас сразу стоят не ваши данные, а какие-нибудь там... Вася Пупкин, а ты Иван Иванович. Уже идет несовпадение, да? Да, ты, конечно же, можешь зайти в настройки своего аккаунта, перейти в адресбук, вбить свои данные здесь, где ты находишься, какой город и так далее. Как бы все хорошо будет. Вот. Потому что ЦИГи в любом случае видят, что данные были одни, стали данные другие. Как бы, чувак, точно ты. Вот. И даже если ты сможешь подтвердить, что скан паспорта, ты пришлешь, скажешь, когда именно я покупал, с какой карты я покупал и так далее. Что-то ты лично, реально ты покупал. Вот. Здесь, конечно, есть шанс, что они вернут. Шанс. Услышьте. Шанс. Потому что были изменения данных. И это может реально насторожить. А, к примеру, ты купил аккаунт каким-то уже кораблем, который также в течение 30 дней... А этот человек приобрел. И на кой ты хрен ты купил у него аккаунт? А не сам это сделал. Ну, есть такие люди, которые отдам подешевле. За 70% от стоимости корабля. За 50% даже отдам и так далее. И ты вот купил этот аккаунт. Ты идешь нахрен. Даже если ты вбил полностью все свои данные. Потому что специально открыл эту страницу. Все ваши апгрейды, все ваши корабли и так далее, они имеют свой айдишник. Если вы выиграли где-то корабль. К примеру, на моем розыгрыше я подарил вам корабль. И вы такие... О! Бабосики ко мне на аккаунт пролетели. Сейчас я их... Пилю. Потому что я всегда покупаю именно прямо вот перед самим выигрышем. Когда человеку будут что-то посылать. 30 дней же не прошли? Не прошли. Все хорошо. И вы такие думаете... Сейчас наживусь. Айдишник прилеплен к тому человеку, кто купил этот апгрейд, корабль, пакет и так далее. Если вы напишете цыгам. Ребята, пожалуйста, вот этот корабль верните, пожалуйста, мне. Они вернут его. В данном случае с моим розыгрышем они вернут деньги мне. Не вам, а мне. Кто купил, кто потратил свои реальные деньги на покупку этого корабля. А не вам. Вы идете сразу же лесом. Рассмотрим другой вариант. Вы сделали похитрее. Вы расплавили этот корабль. У вас нету кнопки гифта, к примеру. Вы потому что получили где-то этот корабль. Либо у вас 30 дней ваши закончились. И вы хотите в любом случае вывести свои деньги из проекта по тем или иным причинам. Вы можете это все, конечно, расплавить. Перевести это все в так называемые store-кредиты. Вот они. Store-кредиты. То есть я купил, к примеру, Cutlass Black. Я его расплавил. У меня будет в store-кредитах 100 долларов. За 100 купил. То как бы в моем... Грубо говоря, это как кошелек. Да, вот виртуальный. Будем так его выражать. Store-кредиты вывести официальным путем никак нельзя. На что идут умные люди? Сразу говорю, 99,9% это либо будет кидалово, либо у вас просто-напросто это никто не купит. Они покупают... К примеру, я купил вот Cutlass Black. Да, вот будем от нее отталкиваться. 100 баксов. Мне надо их как-то передать другому игроку. Чтобы он не заплатил денег, я получил свои реальные деньги. Я покупаю старт в Аврору. МР за 20 баксов. Вот эти store-кредиты я пускаю в улучшение из Авроры в тот же самый Freelancer. За 120. Я улучшаю этот корабль. И у меня вместо Авроры и МР будет Freelancer. И кнопка гифта есть, потому что я реальные 20 долларов опять вложил в проект. Иначе кнопки гифта не будет. И я этот корабль дарю тебе. А ты мне переводишь эти 120 баксов. Как бы вуаля, все хорошо, да? Но найти покупателя, если ты непроверенный человек, о котором есть куча-куча-куча отзывов, что ты реально не кидала, это 99,9%, что никто не захочет у тебя покупать свои корабли. Либо один корабль, либо другие корабли и так далее. Некоторые люди в надежде продать, они говорят, продам за 70% от стоимости цены. То есть он хочет вывести тот же самый Cutlass Black за 100 баксов, да? Но он его выведет. Я ему заплачу 70 баксов. Выгодно, да? Скажете вы, да. Выгодно, ничего, не спорю. Как бы Россия везде ищет как бы наколоть систему, как бы подешевле себе сделать. Некоторые говорят даже 50% от цены. 30% от цены. Как бы вау, нифига себе. У тебя там сразу крыша едет, все скупаю, прям вообще прям вот, все скуплю. Теперь рассматриваем жесткие варианты. Я кидала. Я тебе говорю, вот чувак, у меня есть вот эти стори кредиты, у меня есть аккаунт, у меня все есть, короче, вот. Плати. Ты мне перевел бабки. Сразу жесткий вариант, я тебя просто блокирую и все, покеду. У меня новый дискорд, как бы ты меня больше не знаешь. Все, деньги мои, вернее твои у меня. До свидос. Смотрим второй вариант. Я реально послал тебе этот корабль на твой аккаунт. И ты счастлив. Тебя не кинули. Все хорошо, все идеально. Я деньги человеку заплатил, он добропорядочный. Он оставил, он мне перекинул этот пакет, у меня все есть, там, или этот корабль. Как бы я пошел играть. Играешь ты такой, играешь, играешь, играешь. И через какое-то время ты видишь, либо у тебя аккаунт замороженный, пока идет разбирательство. Либо ты вообще сразу находишься в бане. Да, такое тоже можно словить. Либо ты заходишь в игру, а у тебя просто нету твоего корабля. И ты такой, ребята, что такое, что такое, что произошло, как так-то? Я написал цигом. Ребята, меня взломали. Как так? Что происходит? Я не играл месяц в игру, я захожу в игру, а у меня нету моих кораблей. Что произошло? Я это я, реально, я покупал вот эти корабли. Вот такого-то числа, вот с такой-то вот карточки. У меня вот мой паспорт, вот он я, вот мое лицо. Как бы все мои данные совпадают. Вот выписка, блин, из квартиры, что я реально по этому адресу живу. Я доказать, что я это я, я смогу на моем аккаунте. Даже если ты у меня этот аккаунт купил, я даже там скажу, ребята, у меня угнали аккаунт. Когда ты регистрируешь аккаунт, ты вбиваешь свои данные. Когда ты делаешь первую покупку того же стартового пакета, ты вбиваешь свои данные. И даже если ты потом их поменял, о чем я говорил ранее, циги это все равно видят. Что они делают? Они морозят аккаунт. Если они хотят проверить, куда ушел твой, мой, в данном случае, мой корабль. ID-шники везде есть. То есть, если ты, к примеру, с моего аккаунта ушел корабль на твой аккаунт, меня и тебя могут уже заморозить. Меня, кстати, не забанят при любых раскладах. Вот, тебя заморозили. Если ты провернул ту же самую схему, как я говорил, расплавил пакет, купил там аврорку, кому-то дальше передарил, циги это также видят. И они и того человека также заморозят. И так дальше, дальше, дальше по цепочке. Вот эта заморозка может действовать до двух, до трех месяцев. Я знаю таких людей, которые три месяца сидели в заморозке. Они просто делали новый аккаунт, покупали себе стартовую аврору хотя бы поиграть. И просто играли, потому что тот аккаунт просто в заморозке. И все, как бы надолго это может затянуться, или у тебя сразу все это у тебя заберут, как бы. Это уже другой вопрос. Но ты в любом случае уже попал. Ребята, серый рынок это просто тупо на свой страх и риск. Я правда не советую покупать на сером рынке что-то. Да, есть проверенные торгаши, о которых вот есть очень много отзывов. Если вы что-то хотите купить на сером рынке, неофициально у цигов, всегда спрашивайте ссылки на какие-нибудь форумы, на реддите, в дискорде посмотреть отзывы об этих людях. Вот, что реально они не кидают. И даже здесь я не могу дать за них тоже гарантию и сказать, что вот этот чувак вообще классный, он никого не кинул. Может, у него сегодня там ПМС в башке сыграет, у него в жизни что-то накроется. Вот он насобирает там ряд людей, которые хотят у него что-то купить. Получи с них бабки и, ребята, покеды, я на Гавайи. Никто от такого не застрахован. Тупо на свой страх и риск. Написать цигам, ребята, я купил у этого человека вот наша переписка, вот мой перевод, вот вам чек, что я со своей карточки, я это я перевел вот на его. Циги скажут, идите в жопу, им это не интересно, это не по правилам. Ты либо у них покупаешь, и тогда они несут ответственность. Если у тебя что-то произойдет, у тебя угонит аккаунт, там стырит твой корабль с аккаунта и так далее. Они за это несут ответственность. Если же что-то произошло где-то там, где-то ты там купил, иди нахрен. Все, все очень просто. Запомните, серый рынок на свой страх и риск. Мы же продолжаем тему стандартную, официально, как мы можем все это возвращать. Итак, чтобы сделать нормальный официальный возврат, мы должны зайти в свой аккаунт, Settings, перейти далее в Billing и Subscription. Мы перешли. Кстати говоря, заодно мы должны открыть Support сразу, потому что мы там будем писать. Вот оно так выглядит. Иногда бывает, когда ты даже на сайте злогинин, и у тебя здесь не злогин. Возьмешь SignIn, и сразу ты злогинин. Все есть, все работает, проблем нет. В аккаунте... В аккаунте, в Billing, как я говорил, ты находишь свой платеж, который у тебя еще 30 дней не прошло. Запомните. Мы должны отсюда взять наш ордер ID. Вот это вот. И что в нем было? К примеру, вот карта на 100 баксов. И да, это одна из таких вещей, которые я иногда разыгрываю среди своих рефералов. Поэтому полезно быть рефералом. Еще такая рекламка, да? Но ясно делал количество. Вот. Одна штука. Одна карта на 100 баксов с ID-шником вот таким вот. Это все, что нам требуется знать. Да, всего лишь эти три вещи. Но прежде чем это все делать, во-первых, мы должны еще раз проверить, что реально у нас в адрес БУК, который я показывал ранее, введены наши данные. И самое главное, введена, во-первых, ваша карточка, из которой вы проводили оплату. Самое главное, чтобы на момент возврата денег эта карта была активна. Если вдруг она заканчивает срок своего действия, как бы, ребята, это будет реально проблема. Потому что ЦИГи могут отвечать далеко не сразу. К примеру, я один раз пользовался вот этим рефандом. Я ждал три недели. Три недели. Они так и не отвечали на мой запрос. Я им начал писать. Are you here? Hello? Anyone? Как бы, я им начал туда просто накидывать сообщения. И у них в их helpdesk появилось, что вот здесь есть запрос на возврат денег. Идут какие-то сообщения. Наверное, там у чувака что-то жопа горит. Надо, наверное, ему побыстрее бы ответить. И да, они мне быстро ответили, довольно-таки дружелюбно. Все окей, все хорошо. И на следующий день бабки были у меня. Буквально там один-два дня идут возврат денег. Если же ты оплату проводил с PayPal, деньги пойдут, ясно дело, на PayPal. Если с карты, деньги вернутся на карту. Проверьте, чтобы она не заканчивалась. Вот услышьте, пожалуйста. Попадете просто-напросто. Итак, нужные данные мы узнали. Мы зашли в Request. Взмем Submit Request. Выбираем Payments. Request и Refund. Нажали. Здесь мы пишем тему письма. Please refund. Или refund, там, не знаю, гид-карту. Ну, короче, просто refund, да. На кой хрен, когда и так тема посвящена полностью возврату денег, здесь еще писать тему письма, как бы, ну, хрен бы с ним. Order ID. Это как раз вот эта вот вещь, которая нам требуется. Здесь описание. И в идеале, чтобы было к вам меньше вопросов, вам надо написать, что я купил вот такую-то вот вещь. Вот тогда-то, тогда-то. Такой-то номер карточки. Последние четыре цифры. Карточка на такого-то, такого-то там. Имя, фамилия напишите. Чем больше данных о себе вы им сразу напишите, тем меньше вопросов у них будет в проверке, ты ли это. Что, реально, если циги что-то все-таки, точно ли ты, как бы, закрадывается сомнение, они реально могут у тебя попросить скан того же паспорта, водительских прав и так далее. У меня ни разу, конечно, не спрашивали, но я встречал людей, которых просили сделать фотографию, что я, это я. Да, реально, они делали скан своего паспорта, отсылали им, как бы им шел возврат. Вот так вот это делается. Поэтому, еще раз, вернуть деньги можно реальным, официальным способом, если с момента покупки не прошло 30 дней. Мерчендайз вернуть нельзя. Можно обменять, если что-то у вас там накрылось. Серый рынок, это очень может быть плохо на свой страх и риск. Но, ясное дело, поиграть, как хреново вот так вот палец загибать, а вот без мизинца, поиграть практически бесплатно в эту игру, учитывая две конвертации, если ты в России находишься, либо у тебя нету долларового счета, вот, поиграть практически бесплатно в эту игру можно. Это реально для многих людей очень будет хорошая новость. Почему я это не писал ранее? Не спрашивайте. Не знаю. Ну что ж, надеюсь, эта информация была для вас полезна. Если у вас есть какие-то вопросы, а я уверен, они будут, либо пишите комментарии, либо заходите в Дискорд канал. Там очень много людей. Многие люди, особенно наставники, отдельная роль у этих людей на Дискорде нашем состоит, эти люди реально сталкивались с вот этими всеми проблемами, которые могут у вас возникнуть и так далее. Задавайте вопросы там, мгновенно получите уже поддержку, и вам все прям по пальцам объяснят. В идеале, чтобы прям вот четко все было, можете лично с наставником созвониться, как говорится, там тет-а-тет, включить ему демонстрацию экрана, он вам прям вот пошагово, нажми сюда, нажми сюда, нажми туда, все покажет. Хоть я это и показал на видео, но в любом случае, лучше, когда за вами проверят, чтобы наверняка. Ясно дело, на всякий случай, не советую показывать реальные свои личные данные. Ну, мало ли, личные данные, это все-таки вещь такая. Все же. Ну что ж, лайки, подписки, увидимся на канале. Пока-пока. Стань патроном, чтобы получить ранний доступ к следующим видео, либо уникальному контенту, которого не будет в свободном доступе, а также эксклюзивным и VIP-предложением. Если данное видео было для вас полезным, то я буду крайне признателен за лайк, репост и подписку на мой канал. Только начинаете знакомиться с игрой, исследовать вселенную или воевать? Все станет намного интереснее, когда рядом есть друзья. Присоединяйтесь к крупнейшей русскоязычной организации Turbo Corporation. Мы можем обучить вас всему, от торговли и добычи руды до навыков эффективного боя. Регулярные ивенты с участием большого количества игроков. Мы располагаем самым большим парком кораблей, поэтому вы сможете полетать на всех доступных космических судах в самых разных ролях. Turbo Corporation. Мы меняем вселенную. Вся информация о вступлении в корпорацию на нашем дискорд-сервере. Ссылка в описании. Регистрируясь и покупая игру по реферальной ссылке, которая находится в описании видео, вы получаете внутриигровой бонус и также принимаете участие во всех ежемесячных розыгрышах от канала.